Здравствуйте, уважаемые телезрители! Вы смотрите еженедельное интервью главы Ингушетии Юнус Бекан-Евкурова. Ингушетия Юнус Бекан-Евкурова. Мы выразили соболезнование, вечную память тем людям, которые там умерли, погибли. Жестокая и травма, и трагедия для любого человека, для любой национальности, веры. Почему? Потому что и дети, школьники. Насчет умысла или же случайности, или же там халатности, это следствие разберется до конца. Но тем не менее, мы должны признавать факт того, что все-таки без преступной халатности там, конечно, не обошлось. То, что уже мы видели, предварительно сейчас, то, что показывают, даже элементарные вопросы несоблюдения мер безопасности, оно, конечно, наглядно видно. Поэтому здесь остальное все следствие покажет. То, что нам нужно, я дал команду и поручение с учетом того, что максимально в короткий срок предварительно надо посмотреть, минимизировать угрозу. Поэтому вот этот маленький срок 10 дней для того, чтобы быстро проверить, если ярко выражены, на поверхности лежат недостатки и нарушения, их устранить, чтобы не допустить у нас трагедии. Это раз. Ну, а так, конечно, комиссия дальше работает. Тем более, генеральный прокурор дал всем прокурорам в регионах поручения. И прокурор республики в том числе это поручение продублировал уже и дал поручение нашим прокурорам на местах. И совместно эта работа сейчас идет. И нам надо максимально в короткие сроки устранить все недостатки не только в торговых центрах, а вообще в местах массового пребывания людей. И в школах, и в садиках, и в больницах, и так далее. В связи с трагедией в Кемерово вы дали поручение созвать заседание правительства Ингушетии с участием всех руководителей торговых центров республики. Также вы призвали население республики сообщать о всех замеченных нарушениях безопасности. Есть ли уже какие-то обращения по этому поводу? Нет, обращения они есть. Они и раньше были, и сейчас есть. И мое обращение к людям связано с тем, что, как бы мы ни хотели, мы всегда не видим проблему. Это во всех сферах деятельности нашей. Мы всегда видим родственников. Мы всегда пытаемся покрыться родственниками и не выполнить свою функциональную задачу или обязанность. И это в том числе и люди правоохраны, это в том числе и чиновники. Каждый, когда он должен, там, тот же стройнадзор, там, или какая-то другая надзирающая организация, он когда приходит и должен, там, навести порядок, исправить ситуацию, тут же на него начинает выходить огромное количество родственников. Его не трогай, этого не трогай. И здесь человек, который должен обязанно стоять, он начинает, конечно, отступать. Он начинает, там, не выполнять свои обязанности. При этом пишет, что все нормально. Вот этого нельзя допустить. И я боюсь, что эти риски все равно присутствуют. В том числе я сказал, что, конечно, нельзя исключать и коррупционную составляющую. Поэтому я и попросил общественность, молодежную организацию, другие организации. Вообще, в целом, человек, любой человек, которому можно аккаунт сбросить, или свою фамилию назвать, или просто так, без фамилии, без ничего, просто сбросить недостаток или, там, какие-то проблемы, мы должны, конечно, отрабатывать, смотреть. Это когда-то та площадка, когда мы все вместе должны с этим направлением бороться. Это первое. И второе, по поводу заседания, мы в понедельник проведем это заседание. Там будет не только руководитель торговых центров, и рынков, и других организаций. Отдельно со школами, с садиками, там, с больницей проведет отдельный уже представитель правительства совещания. Ну, максимально постараемся составить частью этот план, утвердить план. И поработать где-то, я думаю, что полтора месяца мы будем над этим работать, исправлять ошибки, наводить порядок. И ежеквартально уже проводить определенные, там, занятия, тренировки. Трагедия в Кемерово еще раз показала, что мы должны более чем серьезно обращать на такие вещи внимание. Эта неделя выдалась довольно насыщенной. Было очень много встреч. В начале недели вы приняли участие во встрече Владимира Путина с Эмиром Катара. Как человек уже хорошо знакомый с руководством Катара, как вы видите дальнейшее взаимодействие с этой арабской страной, и что об этом говорил Владимир Путин? Да, мы специально выбрали эту неделю для того, чтобы отработать в Москве. Много задач, которые нам предстоит выполнить, и утвердить проекты, программы. И я обошел там уже порядка десятка министерств и ведомств в Москве. Много есть и хороших, позитивных вещей. Но если брать по встрече с Эмиром Катара, я участвовал в официальной делегации от Российской Федерации на встрече с Эмиром Катара. Я не скажу, что я там хорошо знаю руководство Катара. Я один раз только встречался с Эмиром Катара непосредственно в Катаре. Но должен сказать, что вот те обещания, которые дает Эмир Катара, он, конечно, настроен их выполнить. И поручения по моей поездке уже непосредственно в Катаре даны. Рабочая группа создана. И я сейчас не хочу там впереди паровоза бежать в этом плане. Давайте мы подождем чуть-чуть и делегацию, и совместное заседание рабочей группы. В том числе и Санкт-Петербургский экономический форум, где мы тоже будем эти вопросы обсуждать. И я думаю, что результат будет. По итогам 2017 года индекс промышленного производства Ингушетия составил 115%. Таким образом, республика в рейтинге субъектов России вышла на второе место по СКФО и шестое место по России. Об этом вы заявили в своем докладе на заседании коллеги Министерства экономического развития России. Что повлияло на этот рост экономического развития? У нас индекс, кажется мне, не 115, а 116. Здесь мы шли ровно всегда, но вот такой скачок, он был связан с тем, что завод полимерных труб не учитывал производительную мощность и производительную продукцию здесь в республике, а учитывал в Татарстане. Поэтому мы над этим поработали, все-таки это наше производство, и завод это начал учитывать здесь. Поэтому вот такой резкий рост. Я думаю, что по этому году у нас индекс промышленного производства будет там где-то 106-108%. В связи с тем, что мы хорошие предприятия, в том числе запускаем и новые. Но выход на совершенный уровень или на полную мощность, ну, нужно еще время для этих предприятий. Но связано это было с тем, что все-таки завод полимерных труб, мы как бы уже провели выпуск продукции уже здесь в республике. Но даже без завода полимерных труб у нас получалось бы там в этом году индекс промышленного производства где-то 106%. Вот этот скачок связан с этим. В Москве вы приняли участие в итоговом заседании коллегии Минтранса России. За последние годы транспортная система и инфраструктура Ингушетии значительно изменилась в положительную сторону. Как оценили эти результаты на коллегии? В целом нормально. Мы находимся тоже в 20 регионах, где выполняются все обязательные дорожные фонды. Освоение грамотное. Но есть ряд проблем. Я их тоже на коллегии Минтранса выступил, озвучил. И министр. Уже работа над этим идет. Мы уже провели госэкспертизу, она уже прошла. Федеральная дорога. Реконструкция федеральной дороги. И в этом году первые 500 миллионов мы должны уже осваивать. И до конца 2019 года федеральная дорога должна быть первой категорией по территории Ингушетии. Это раз. И вторая задача, то, что я попросил у министра, у коллегии Министерства транспорта, это передача. Есть сейчас план передачи ряда оригинальных дорог во федеральную собственность. Вот передача федеральной собственности, дорогу Нестерска-Алакун-Таргим и выход на военно-грузинскую дорогу. То есть всю эту дорогу передать под федеральную собственность. И вторая дорога – это Назрань-Малгобек. Эту дорогу тоже передать федеральную собственность. Над этим тоже мы работаем. Поэтому вот эти две стратегические задачи, которые перед нами стоят. Ну и плюс увеличение Дорожного фонда для того, чтобы мы могли бы заняться муниципальными дорогами. И с учетом передачи этих дорог, с нас не снимать Дорожный фонд, а наоборот, чтобы мы эти деньги перераспределяли бы на муниципальные дороги непосредственно. На встрече с министром промышленности и торговли Денисом Мантуровым вы обсудили вопросы приобретения для Республики коммунальной техники и автобусов. О каком количестве техники идет речь? Мы смотрим, что у нас проблемы с дорогами, пыль, грязь и так далее. Ну и в городах тоже, в населенных пунктах. И задача в ближайшее время – закупить, приобрести до 50 единиц техники. Это поливальные, подметальные машины. Это и малогабаритные машины для газонов и так далее. То есть то, что необходимо для города, как коммунальная техника. И в этом направлении у нас есть договоренность с корпорацией «Газ». Эта техника будет на газомоторном топливе. И Минтранс, это Минпромторга, у них есть порядок субсидирования своих договоренностей с корпорацией «Газ». Поэтому мы с Денисом Валентиновичем обсудили эти вопросы и договорились о том, что мы можем в этом проекте участвовать. Тем более деньги, которые мы просим на коммунальную технику – это небюджетные источники. И я надеюсь, что в ближайшее время мы эту технику приобретем. Плюс периодическая замена тех автобусов, которые мы приобретали в корпорации «Газ» еще три года назад. Эти автобусы, чтобы мы их там ежегодно в каком-то количестве меняли бы, и чтобы нашла замена этих автобусов уже, те, которые уже прошли свой срок. То есть мы тоже договариваемся, и если получится, то старые автобусы «Газ» забирают обратно на свои там нужды, на перепланировку. А нам будут поставлять вместо старых новые автобусы, тоже на газомоторном топливе. Вот над этим проектом мы подумали, поговорили, и надеюсь, что в ближайшее время мы начнем реализовывать этот проект. На встрече с главой Ростуризма Олегом Сафоновым вы обсудили строительство в Республике санаторно-курортного комплекса по линии «Новое ФЦП. Развитие внутреннего и въездного туризма в России». Расскажите про этот проект, где и как он будет реализован? Мы планируем в рамках том, что курортов Северного Кавказа этот проект у нас стоит, туристический или медицинский кластер так называемый, в районе Отшелуков, где у нас есть Северная ВД, там все-таки построит комплекс. Чтобы жители республики могли и гости могли, потому что такое место нельзя его в таком виде оставлять, конечно. У меня давно эта идея была, и сейчас с помощью федеральной целевой программы по линии Ростуризма мы хотим именно вот там создать вот эти условия для людей. Это первое. Второе. В том числе завершить точные сооружения в районе Магаса. Это как туристическая инфраструктура для наших туристических объектов. В том числе и для Башни Согласия, там вот этот туристический объект, о котором мы говорим, и для аквапарка, который строится на Бегу, и для других проектов, которые там находятся. И Мемориал памяти и славы, и тот парк Патриот, который мы там поставим, и там же будет музей «Россия. Моя история». То есть вот эти все проекты, они должны проходить через туристическую отрасль. Большое количество туристов должны эти проекты посещать, поэтому и очистные сооружения тоже по линии Ростуризма, по программе, которая обеспечивает эти туристические маршруты и объекты. И третий вопрос – это проведение летом у нас для популяризации туристической отрасли республики, самой республики, в том числе проведение здесь определенного международного мероприятия, связанного с туризмом. Поэтому надеюсь, что мы эти задачи выполним, хотя частично они уже выполняются. Ну, об этом мы и договорились с Олегом Петровичем. Также планируется и проведение Всероссийского совещания, по-моему, в развитии. Да, не все, а международное мы будем проводить. Международное совещание. Хоккейная академия Петисова разрабатывает для Ингушетии стратегию развития хоккея в республике. Об этом вы говорили с директором хоккейной академии Ильей Спицыным. Расскажите, что это за стратегия. Мы, с учетом того, что все-таки создали на базе ледового катка, обошло хоккейную академию Петисова, конечно, мы посмотрели школу. И приятное впечатление. Я посмотрел, что наши здесь тренеры и организации не совсем дорабатывают, в том числе по учебной материальной базе и по подготовке наших хоккеистов. Я вижу, что наши дети просто выбегают и бегают на катке. И это как бы тренировки заканчиваются. А на самом деле 70% тренировок должна быть общая физическая подготовка. Если ОФП не будет, то на катке он все равно себя не проявит. Пока наши ребятишки, я насколько понимаю, на драйве бегают, что-то выигрывают. А вот когда чуть-чуть подрастут, они уже не пройдут дальше. Почему? Потому что то, что я увидел в школе Петисова, в Домодедово, это, конечно, такое масштабное. И там накоплен и опыт советского хоккея, российского хоккея, и очень важно и НХЛ. Вот эта система тренировок, она все напичкана. Красивые, хорошие лозунги такие, доходчивые для детей. И очень хорошая, совершенно недорогая учебная материальная база. Вот мы это все посмотрели, изучили, я уже дал поручение. Я думаю, что в ближайшее время мы по этому поводу будем проводить и разбор, и совещание, и сроки для того, чтобы нашим детям максимально отсыдували условия для занятия хоккеем. Плюс отбирать наших детишек для того, чтобы они могли бы уже в клубах, уже в детских клубах Москвы или в других регионах, где есть детские клубы, чтобы они могли бы там, ну же, конечно, с родителями нужно будет разговаривать. Интернационный метод нахождения в клубе, ребенок едет туда, и там уже занимается. Там же школа, там и обучение. Ну, как-то типа школа Олимпийского резерва. Чтобы мы не просто здесь, а вот те, которые, детишки, которые там выходят на орбиту, чтобы могли бы ехать в эти школы, и там уже заниматься, и уже в составе команд уже выступать, за тех команд, где они будут там учиться. 29 марта вы в Москве встретились с нашими земляками, работающими в федеральных органах власти. О чем говорилось на встрече? Ну, во-первых, поддержать ребят, сказать им спасибо. Многие занимают серьезные должности, у многих есть возможность роста. Мы когда-то создали программу устройства наших ребят в регионах России на работу. И благодаря этой программе мое обращение к губернаторам было трудоустроено и трудоустроится каждый год. Ну, уже на сегодняшний день более 270 человек в регионах России. И в административных должностях, на различных должностях, после вузов, в том числе и медицинский кластер, там и другие направления. И мы продолжаем эту программу. На встрече с ребятами, как раз тот контингент, который работает там, ну, часть ребят, которые сумели прийти на встречу, это Москва, Московская область, которая уже работает там в этом регионе. Мы там тоже переговорили, и я дал поручение не только занять сейчас трудоустройством краснодипломников в республике, а уже сейчас определиться с кандидатами или будущими краснодипломниками этого года выпуска, и уже по ним работать так, чтобы они в местах прохождения учебы могли бы трудоустроиться, чтобы мы им помогли, кто хочет там остаться на месте. Почему? Потому что нам нужны кадры, от того, что они там вырастут, для нас это только плюс. Почему? Потому что всем здесь места все равно не хватит. Ну и плюс, они тоже позадавали свои вопросы, какие проблемы, какие вопросы. И создать в том числе и передачу на телевидении специально про этих ребят, которые работают на стороне. Как ребята работают, чем живут, как дышат. То есть вот такие вещи, чтобы это было как наглядное пособие для тех молодых ребят, которые или едут учиться, или уже учатся в регионах России. И показать, что это ничего страшного, если там кто-то остался и там работает. Вы также участвовали в итоговом заседании коллегии Минприроды. С учетом прошедшего года экологии в Ингушетии прошло много мероприятий по охране окружающей среды, реализованные масштабные проекты. Что планируется сделать в этой сфере, в этом опыте? Много проектов, в том числе и до завершения ряда прудов, в том числе Сунжевский, начало Назрановского пруда, Малагабецкий, Карабулавский пруды. То есть у нас хорошая программа по прудам, чтобы привести их в соответствие, чтобы людям было комфортно, удобно. В том числе создание таких плежных зон для мужчин, для женщин тоже, чтобы отдельно, чтобы это тоже была такая тема, потому что нам это нужно. Второе, это, конечно, благоустройство там различного направления, и русла в рек, в том числе, где мы участвуем, и охрана природы, заповедников. То есть все в комплексе. И в этом направлении у нас хорошо работает и комитет по экологии, и Росприроднадзор. Все выполняют свои задачи. Я хочу здесь выделить Бабхоева Магомеда, который, конечно, максимально за короткие сроки очень многое сделал, в том числе по свалкам, по мусору, по всем направлениям. Да, есть еще пробелы. Почему? Потому что люди недисциплинированы в отношении мусора там, и вообще там бросают, где попало. Но я тоже думаю, что нужно время для этого. Мы постепенно, постепенно введем порядок. И нам нужно, в частности, одной из главных задач комитета по экологии, это, конечно, завершить мусорно-перерабатывающий завод, завершить полигоны тяжелых бытовых отходов и завершить вот эти программы, которые мы сейчас начали. Ингушетия имеет высокие показатели в сфере здравоохранения. Об этом вы отметили на коллегии Минздрава. Действительно, сделано очень многое. Какую оценку нам дали на коллегии? Оценка хорошая. Мы реально делали рывок в системе здравоохранения. Но здесь я все-таки хочу сказать, что если мы по оснащенности, по современным лечебным учреждениям, по реконструкции, по обучению персонала, если мы довольно серьезно шагнули вперед, то мы пока еще в сознании людей в белых халатах еще не заложили, что они должны работать на человека, а не человек на них. Это не относится ко всем врачам. Здесь должна быть такая скрупулезная, тяжелая работа с двухсторонним движением. Почему? Потому что когда пациенты сами являются инициаторами, и взяток, и коррупционных схем, и каких-то таких других вещей, то очень сложно навести порядок в этой системе. Потому что мы все как одно целое должны с этим явлением бороться. Я буквально там и раньше говорил, и вчера на совещании об этом сказал, чтобы больной человек со своими болельщиками не мог бегать, не бегал бы, а минимизировать его хождение по кабинетам, с бумагами. Даже если человек там хочет получить инвалидность, добивается этого. Когда вот этот больной человек, ему тяжело ходить, ему очень... И он ходит везде по кабинетам, его везде посылают. Какие-то вот такие моменты, которые нам надо сейчас подобрать. Почему? Потому что это самые такие простые вещи, с которыми может справиться главврач любой больницы. Но когда главврач не организовывает эту работу, я вчера буквально тоже сообщение получил, и сегодня утром получил сообщение, когда больного привозят в больницу в приемном покое, его не принимают, его отфутболивают, его там... Ну, вообще никакого внимания. Это, конечно, очень серьезная работа должна быть главврача. И мы сейчас систему контроля... Хотя не хотелось бы этого делать, но все равно придется какую-то систему контроля, общественную контрольную все-таки создать над больницами. И здесь все-таки, ну, некоторых товарищей через колено ломать, чтобы они более, ну, серьезно относились к своим обязанностям. А так я еще раз повторяю, что я очень доволен работой сегодня нашего министерства здравоохранения. Они работают более чем профессионально. Сделано очень много, там, цифры они такие хорошие, и они реальные цифры. Но, опять же, как я уже сказал, надо все-таки врачам принципиально относиться к плюсам-минусам друг друга и быть самими критиками своей там нехорошей работы. И самим воспитывать внутри себя тех, кто не желает выполнять клятву Гиппократа. Вы обсудили с Ольгой Голодец строительство многопрофильной больницы и психоневрологического диспансерного грушатия. Когда начнется? Ну, мы давно уже обсуждали этот вопрос. Проекты прошли, они уже там не сами проекты, а предложения наши прошли. Сейчас вопрос стоит по проектированию, и как только эти проекты будут. Это та же тема, как объекты культуры. Когда проектирование будет завершено, нас должны включить в госпрограмму. Это будет таким огромным прорывом, как перинатальный центр и онкодиспансер. Вот многопрофильная больница, это, конечно, будет огромный прорыв. Он будет тоже построен в районе перинатального центра, там целый медгородок у нас появляется. И там же сейчас построен диализм центр, мы его в этом году будем открывать. Поэтому, конечно, это будет такой очень серьезный прорыв в работе. И мы надеемся, что мы все-таки до августа вместе с проектной пресс-смертной документации завершим, пройдем госэкспертизу, ну и на 2019 год войдем уже в программу финансирования. Уважаемые телезрители, вы смотрели еженедельное интервью главы Ингушетии Юнусбека Баметгиреевича Мниевкурова. Спасибо за внимание и всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин